Где хранить деньги? В Банке России или в Банке из-под огурцов? Казанский федеральный университет посетила делегация Ташкентской медицинской академии. Годовщина победы в Сталинградской битве. У нас порядка 12 случаев, когда удалось установить личность военнослужащих. У них при себе находился смертный медальон. Доллар больше 100, санкции Евросоюза и просевший фондовый рынок. Таким россияне встретили утро новой рабочей недели. Во что вкладываться? В валюту или в гречку? Расскажет эксперт Казанского университета. Евросоюз заморозил активы Центробанка. Это решение ограничивает Россию в совершении валютных операций. В ответ на санкции, банк повысил ключевую ставку до 20% и обязал организации продавать 80% выручки в иностранной валюте. Как эти меры отразятся на россиянах? По прошлым ситуациям аналогичным, можно сказать, что российские банки предпочитали не изменять ставки по ранее выданным кредитам. Поэтому изменение, скорее всего, коснется только вновь выдаваемых кредитов. Нестабильность рубля вызвала панику среди населения. У каждого свой метод обезопасить сбережения. Кто-то вкладывается в валюту, а кто-то снимает наличные. Любое решение, вот такое эмоциональное, оказывается неудачным. Без необходимости лучше ничего не делать. Тот, кто поддался вчера панике и купил доллары по 150, он потерял треть своих сбережений. Начинающие и не очень инвесторы, напротив, пытаются заработать на международном разладе. Как не проиграть состояние на бирже, рассказал экономист Казанского университета. Заработать на кризисе можно либо при очень большом везении, либо если вы очень высокий профессионал. Если ситуация наладится, то наш рынок вырастет в гораздо большей степени, чем зарубежный. Но тут еще надо иметь в виду, что в связи с взаимными санкциями, в том числе финансовыми, доступ на зарубежные рынки может быть ограничен в какой-то момент. И либо человек не сможет вернуть свои деньги, вложенные в иностранные ценные бумаги, либо он вообще потеряет эти активы, они будут заморожены, или произойдет что-либо еще. Цитробанк намерен вернуть американскую валюту к прежним значениям. Однако ограничения уже коснулись поставок ряда зарубежных товаров. Как сработает импортозамещение, покажет время. Алина Красильникова, Ариадна Кугушева, Универньюз. В Иннополисе состоялась очередная открытая международная олимпиада по программированию университета Иннополис среди школьников, учащихся лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета, победители и призеры. Казанский федеральный университет посетила делегация Ташкентской медицинской академии. Все подробности далее. В Казанском федеральном университете состоялась встреча руководства с делегацией Ташкентской медицинской академии. На встрече обсудили вопросы сотрудничества. Мы приехали в Казанский федеральный университет с целью перенятия передового опыта. Дело в том, что Казанский федеральный университет, как один из самых крупнейших вузов России, во многих отраслях имеет очень значимые научные достижения. Также целью визита явилось создание совместно с Казанским университетом академических программ и проведение научных исследований. На сегодняшний день в Казанском университете обучается 2543 гражданина Республики Узбекистан по всем формам и направлениям подготовки. Такого позитивного отношения, личной заинтересованности рождаются научные проекты. Во-первых, благодарю вас, что вы нашли время в такой непростой ситуации, как бы приехать. И все-таки действительно мы начнем налаживать сотрудничество. Стоит отметить и то, что КФУ активно сотрудничает с 42 научно-образовательными организациями Республики Узбекистан. При этом Казанский университет предоставляет свои онлайн-курсы, организует практику, в том числе на российских предприятиях, и читает ряд базовых дисциплин. Диана Жданова, Елизавета Никитина, Фарид Захид Углы, Универньюз. Ежегодно 2 февраля на всей территории России отмечается поистине важная дата – День воинской славы. В связи с этим Департамент по молодежной политике совместно с Институтом международных отношений Казанского федерального университета проводят цикл мероприятий, посвященных 79-летию со дня сокрушительного разгрома немецко-фашистских войск советскими солдатами. Основная и первоначальная речь была отдана председателю Совета ветеранов, организатору и участнику поисковых отрядов «Снежный десант» Валерию Телишеву. Более 350 человек, которые были в 70-е и 80-е годы, осталось двое. И служеников тыла, которых было около 400 человек тоже, осталось 20 человек. Время такое и умолимо, и люди уходят, приходят новые поколения. Но передать память, традиции, конечно, это святая обязанность каждого из поколений. Также на мероприятии подробно рассказали о военных экспедициях и возможности увековечивания памяти погибших. Немало важно было непосредственное присутствие руководителя поискового отряда «Снежный десант» Казанского федерального университета Айрата Фатыхова. Сейчас это основное, скажем так, направление для нас, это поисковые экспедиции. Мы выезжаем два раза в год, в апреле и в сентябре. Чаще всего это Ленинградская область, места боев 54-й армии. Непосредственно на местах боев мы ищем останки погибших солдат, которых не захоронили, которые до сих пор дома считаются пропавшими без вести. И чтобы установить эту справедливость, мы занимаемся таким делом. У нас порядка 12 случаев, когда удавалось установить личность военнослужащих, у них при себе находился смертный медальон. Абсолютно каждый неравнодушный гражданин помнит и чтит эту светлую дату. Казанский федеральный университет, в свою очередь, делает для студентов все возможное для сохранения памяти всех военных аспектов. Доцент, заместитель директора по воспитательной и социальной работе Казанского университета Виктор Туманин подытожил все вышесказанно предыдущими ораторами и детально рассказал о том, как университет действует в рамках военно-патриотической тематики. В Казанском федеральном университете всегда традиционно очень большое внимание уделяется патриотическому воспитанию наших студентов, нашей молодежи и в целом сохранению памяти о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа, который был совершен в эти годы. В стенах Казанского университета еще с советского периода действует поисковый отряд «Снежный десант», который занимается увековечением и сохранением памяти героев, которые пали на фронтах Великой Отечественной войны. В Казанском университете существует целый ряд научных студенческих кружков, которые занимаются изучением роли Казанского университета, студентов, преподавателей Казанского университета. Их судьбы на фронтах Великой Отечественной войны. Неумолимо быстро летит время с тех страшных кровопролитных боев. С каждым годом количество воевавших мужчин и женщин значительно сокращается. Но память о благодарность за мирное и чистое небо над головой растет с бешеной прогрессией. Наше мирное настоящее будущее заслуга тяжелых, долгих и болезненных лет войны во имя потомков. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз. В инжиниринговом центре Казанского университета состоялся региональный конкурс IT-разработка 2022 для школьников и студентов среднего профессионального образования. Подробности в следующем сюжете. Конкурс детского компьютерного творчества IT-разработка 2022 направлен на развитие и поддержку одаренных детей. Основными целями конкурса является поиск и отбор одаренной молодежи и квалифицированных преподавателей, популяризация компьютерных технологий в педагогических коллективах образовательных учреждений и формирование команд для участия в республиканских конкурсах при применении компьютерной учебной и профессиональной деятельности. Помимо этого конкурс предполагает соревнования по профильным дисциплинам. Дух конструктивный, с которым они пришли, с горящими глазами поделиться своими достижениями, посмотреть на результаты своих сверстников, он, в общем-то, наводит на мысль, что мы движемся в нужном направлении. Было волнение, то, что могу проиграть, но все-таки занял первое место и очень доволен. Соревнования проводились по четырем сексам. IT-разработка веб-конкурирования, IT-разработка средствами офис, IT-разработка средствами языков программирования и IT-разработка в области компьютерной графики. В каждой секции студии определили по три лучшие работы. Роберт Хасанов, Кристина Колсанова, Медиа-центр Набережной Челнинского института, Универньюз. На этом все. В студии была Сабина Хасанова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!